Значит, сегодняшняя тема моего адеквата это Monitoring Essentials, то есть кратко расскажу о том, зачем нам это нужно, сравним немножко логирование и мониторинг, ответим на вопрос, достаточно ли определенных метрик по инфраструктуре для того, чтобы определить, что вообще система происходит. Что нам нужно мерить и пример реализации, например, мониторинга, который есть у нас на проекте. Первое, что хочу сказать, немножко ввести в контекст, что представляет собой наш проект. Наш проект представляет свою распределенную систему, которая порядка 25 микросервисов, причем она не очень нагруженная, в плане, что может с ней работать 50 пользователей, 100 пользователей. Только лишь разница в том, что один пользователь одним кликом может создать порядка 5 миллионов объектов в базе данных. Итак, зачем вам это нужно? Во-первых, любой мониторинг, он дает вам понимание, почему какие-то issues, которые вы видите в блоках, они вообще появляются. У нас зачастую были кейсы, когда, например, в кибане появались ошибки вследствие того, что база данных была загружена до 90%. Но такие бывали пиковые лоды, и вроде состояние базы нормальное, лог в кибане не появляется, но, тем не менее, мы имеем какие-то битые данные. Вторая штука, почему это нужно, это нужно сразу же для того, чтобы диагностировать проблему. То есть, изначально, если вы имеете только логи и не имеете никаких метрик по нагрузке системы в тот момент, вы не можете правильно диагностировать проблему. У вас возник дедлог в транзакции, либо у вас возник дедлог в коде, либо у вас просто сервер закрепнулся, пытаясь обслужить больше реквестов, чем он может. Следующая штука, что такие вещи позволяют создать пост-оптимизация стратеги. Каким образом? Допустим, на что клиенту стоит инвестировать деньги? Ему стоит поставить новый сервер, который, допустим, будет стоить порядка, допустим, 30 тысяч долларов в год дополнительных кастов на RDS. Или же можно эти деньги вложить в какую-то оптимизацию перфоманса для того, чтобы уменьшить ввод на базу. И таким образом можно очень хорошо подать некоторые оптимизации или рефакторинга. В любом случае, если вы обладаете какими-то метриками, которые вы можете показать клиенту, вы можете как-то его убедить в том, что это нужно. Следующая штука, вы можете разработать определенную стратегию скалирования вашего приложения. То есть, как у вас шло будет дистрибьютироваться на разные сервера или на разные базы данных. Давайте рассмотрим стандартное решение, которое применяется, наверное, по индустрии. Это EFK Stack. То есть, это Elasticsearch, FluentD и определенный файл бит. Плюс Kibana. Kibana используется в основном для того, чтобы отображать логи, то есть осуществлять на нем поиск. Elasticsearch используется для того, чтобы хранить эти логи и FluentD как лог-агрегатор. Мы используем файл бит, потому что он немножко легче, чем FluentD. Как-то так. То есть, довольно стандартное решение. Хорошо. Теперь давайте задумаемся о том, что должно быть внутри этих самых лог-файлов. Первая штука, на которую вы должны обращать внимание, что ваши логи должны иметь уровень, хост, например, и идентификатор сервиса. Зачем это нужно? Если вы имеете микросервисную архитектуру, то желательно знать, какой именно сервис порождает те или иные ошибки. Поэтому сервис Identifier должен присутствовать в любом случае. Следующая штука, что у вас должен быть имейл пользователя или хотя бы его айдишник. Мы пишем в основном имейл. Почему? Потому что таким образом можно найти того или иного QA или же пользователя, чтобы он более точно сказал, что он именно делал для того, чтобы воспроизвести ту или иную ошибку. Иногда это получается, иногда нет. Request Absolute Path используется для того, чтобы сагрегировать определенную статистику. То есть, как вы знаете, лог-система, особенно Кибана, умеет строить чарты. И вы можете, например, собрать статистику по определенному роуту, сколько, например, на ней пятисотых было, сколько четыреста четвертых и так далее. Это нужно, опять-таки, для того, чтобы показывать, куда ваши эфорты нужны для того, чтобы оптимизировать ту или иную часть системы. Реквест метод, ну понятно, на каких операциях у вас больше всего ошибок происходит, пост, путь, делит или же просто получение данных. Все стандартное, Exception Time, Exception Message и следующая, очень-очень важная часть, это Log Correlation ID. Кто-то знает, что такое Log Correlation ID? Ребята? Да, все верно. То есть, он нужен для того, чтобы вы могли определить начало и конец операции, ну то есть, чтобы можно было вытянуть все логи, которые были написаны всеми сервисами по текущему Correlation ID. Зачем это нужно? Потому что может произойти ситуация, когда у вас root cost, ну то есть, причина, почему у вас что-то упало, может лежать не там, где вы нашли ошибку, а немножко на уровень выше. То есть, предыдущий сервис зафейлился и, соответственно, этот сервис тоже фейлился в связи с того, что те данные, которые предыдущий сервис должен был запровадить, их просто нет. Ну и там стоим. В принципе, все. Вот таким вот образом выглядят логи в Kibane для нашего случая. Поехали дальше. Каким образом реализовывается это? Очень просто. На стороне .NET используется такая штука серия лог, и мы, соответственно, используем так называемый лог-контекст и засовываем эти свойства прямо в middleware. То есть, мы define определенный middleware, мы туда пропихиваем, ну, соответственно, ставим вот такие вот вещи, такие как service-indify, request-method и так далее. И через start и stopwatch, соответственно, приименном меряем, сколько занял тот или иной request. Ну и в целом, это все. Если exception валится, то, соответственно, эти все свойства будут добавлены, потому что у нас здесь вызван await next involve, то есть next stage pipeline вызывается, соответственно, дальше, если произойдет ошибка, мы здесь ее увидим. В принципе, довольно просто через middleware, засунуть логи и получать результаты. В целом, что собой представляет мониторинг? Мониторинг представляет собой некоторые… их, во-первых, бывает два уровня. То есть, то, что практически все используют, с левой стороны это amount of operations in memory used, то есть количество операций памяти, которое было использовано, там CPU usage, network throughput и так далее. То есть, эти метрики нужны для того, чтобы показать, какой уровень, собственно, использования ваших текущих ресурсов и хватает ли ресурсов в системе для того, чтобы ввести свою деятельность. Есть второе родо метрики, они называются application уровня метрики, то есть те метрики, которые вы должны условно вручную писать в вашем приложении. Допустим, это amount of objects being processed, то есть количество объектов, которые в текущий момент обрабатываются в вашей системе. Или количество, например, intk, которое калькулируется, или количество репортов, которые вы там экспортируете и так далее. Зачем это нужно? То есть, например, количество репортов, которые сейчас находятся в процессе экспорта, может влиять на network throughput. То есть, допустим, у вас есть 200 пользователей, которые одновременно нажали экспортировать учеты, и, соответственно, вы получили большой network throughput. То есть, у вас по network валит куча данных, допустим, 600 мегабайт едет по каналу, и, соответственно, вы можете наблюдать этот пик на инфраструктурных метриках. Чем основная проблема в том, что если вы просто не наблюдаете за инфраструктурными метриками, не зная ничего о том, что происходит у вас внутри приложения, в эти графики вам будут говорить очень о малом. Ну, о малом. То есть, вы не сможете сказать, никто использует, ни почему этот throughput возник, почему у вас пиковые CPI usage, какие операции сейчас выполняются, которые позволяют вашему микросервису или одному, или пяти дополнительно делать операции. На каких именно операциях микросервис начинает с кейлисом внутри куба и так далее. То есть, все эти вопросы, они остаются закрытыми, если у вас нет никакого питейшин уровня метрик. Итак, допустим, у вас возникает вот такая вот ситуация, то есть, troubleshoot session 1. Представьте себе, что вы смотрите на RDS instance, и у вас возникает вот такой вот огромный лод. То есть, у вас идет порядка полторы тысячи IOPS, и этот лод, допустим, не падает. Что по этому графику можно сказать? А почему вот здесь вот, например, мы с полторы тысячи резко начинаем опускаться на ноль, и потом снова продолжается определенный рост? На самом деле, в этот момент я вырубил reporting service в этот момент. И, соответственно, у меня все начало работать нормально. А вот в этот, потом я его обратно включил, и, соответственно, у меня пошли такие спайки. Но из-за того, что не было никаких аппликейшин уровней метрик, мне было очень тяжело определить, а что, собственно говоря, сейчас reporting service делает для того, чтобы похитить эту проблему. Поэтому это затянулось порядка на шесть часов troubleshooting сессии, и в конце концов мы выяснили, в чем была проблема. И, кстати, если вы видите такой вот график на вашем RDS, это означает, что, скорее всего, ваш RDS уже мертв. Потому что, как вы видите, он упирается в пиковый перформанс по врата IOPs. То же самое можно было видеть на read IOPs, но этот график не показал. Вторая треблшутинг-сессия. У вас есть CPU-утилизация, то же самое база данных, то есть порядка 100%. Есть количество открытых коннекшенов, которые есть. То есть у вас здесь открылось порядка 800 коннекшенов, здесь у вас 400 коннекшенов, но при 400 коннекшенов у вас CPU-утилизация 100%. Опять-таки, что происходит с системой, непонятно. Понятно, что в системе не хватает ресурсов. Вопрос. Это не хватает ресурсов вследствие бага, который возник в системе, или же у вас большое количество пользователей, которые делают какие-то тяжелые операции. Тоже непонятно. Тоже очень интересный график. Если вы заметите, то здесь вот есть... Желтый график означает количество свободной памяти, а зеленый — это количество занятой памяти. И в определенный момент мы поняли, что, возможно, нам не хватает дополнительной памяти на инстансе репорта, но мы давайте, соответственно, увеличим его объем в два раза для того, чтобы поправить проблему. Мы его увеличили в два раза, и в итоге система съела все 32 гигабайта просто практически моментально. Почему здесь такие вот могут наблюдаться промежутки? Потому что в момент, когда у вас огромная утилизация памяти или CPU, то ваш сервис перестает отдавать метрики. Он иногда может отдать, а иногда колл на получение метрик начинает фейлиться просто. Соответственно, вы будете наблюдать вот такие вот промежутки. То есть, когда машина почти уже умирает, в этот момент мы вырубили этот сервис, перезапустили, там что-то сделали, и снова у нас пошло. Но опять-таки это не информирует ничего. Да, ну вот такую забавную картину. Как-то раз мы там делали очень тяжелую операцию в системе, и я наблюдаю за графиком в RDS, и менеджер мне такой пишет, Лень, скажи, а как там наша система поживает? А мне RDS так красноречиво говорит о такой графике. Я думаю, ну, тебе как, картинку сбросить? Или же, так сказать, просто? Поэтому вот такие вот фигуры можно тоже отлавливать после этих супер-мега тяжелых операций. Окей, поехали дальше. Что на нашем проекте мы используем для того, чтобы коллекционировать те или иные метрики? То есть мы используем Prometheus.net. И написали в раппер для него, который позволяет... Мы просто пишем using, и внутри этого using, а на момент, когда он используется, мы, соответственно, просто начинаем пушить метрики, которые после данной ответной операции. Допустим, сколько времени эта операция заняла? Или какое количество параметров? Ну, там, какое количество репортов мы посчитали? Ячеек или, там, не знаю, дерево построили? Насколько элементов? Естественно, мы... Кто знает, как работает Prometheus вообще? Какую модель он использует? Он пушит куда-то метрики или не пушит? Может, это и знают, ребята. Прометеус-агент ходить, забираю. Правильно. То есть есть определенный Prometheus-агент, который просто обходит по эндпоинтам вашего сервиса и стягивает метрики, которые присутствуют на этом эндпоинте. Опять-таки, если вы каким-то образом получили стопроцентный лоад вашего сервиса, имеется в виду по CPU, то Prometheus в этот момент метрики может просто тупо не собрать. Так что мы используем, мы использовали вот такую клиентскую библиотеку. Хорошо, допустим, мы собрали определенные метрики. У нас теперь уже есть какие-то дашборды, которые мы даже сконфигурировали в графане. И, как вы видите, в этой графане могут возникать следующие ошибки, которые, собственно, надо будет как-то исправлять. В графане есть такой пункт, называется количество времени, которое вы тратите на... За какое количество времени показать вам ваш дашборд? Очень часто люди не обращают внимания на эту метрику и могут, например, сделать так, что какие-то там за последние 15 минут на Daily Environment у нас какие-то репорты были посчитаны 5 тысяч там 637 раз, что является, соответственно, неправдой. Как нужно было за 15 минут посчитать репорты 6 тысяч раз в районе. И они показывают абсолютно все, а не за последнее время. Поэтому есть такая штука, ошибка, since the beginning of time. Следующая штука – это то, что у нас есть ошибки, такие как grow baby grow. То есть, когда вы вместо того, чтобы показывать количество чего-то запроцессионное за определенное время, вы делаете граф, который просто добавляет следующее значение к предыдущему. В итоге получаете граф, который вообще непонятно, непонятно, как построен. То есть, вы на нем не видите ни пика, ничего. То есть, если этот граф слишком большой, вы просто увидите плавно растущий граф, и он вам скажет абсолютно ни о чем. Поэтому желательно показывать, если у вас нет необходимости, то не используя такие вот именно растущие графы в дашборде. Следующая штука, что иногда у нас… Мы можем в дашбордах сконфигурировать следующую штуку, называется averages. То есть, мы, например, за сколько в среднем у нас процессится тот или иной request, ну, точнее, по сервису. И вы получаете, допустим, за 0,2 секунды или, допустим, за 1,5 секунды. И это тоже вам ничего не скажет, потому что если посмотреть на этот граф, то у вас может быть пиковое значение, допустим, в 10 секунд на каком-то определенном ролке, а на другом ролке будет 0,1 секунда. И в итоге вы получите 5 секунд average процессинга. Информация абсолютно бесполезная и вряд ли поможет вам каким-то образом инфицировать проблему. Поэтому, если вы делаете какой-то average в репортах, в дашбордах вы должны понимать, а зачем именно такой average мне, собственно говоря, нужен. Что я хочу понять? Я хочу, например, узнать, сколько у меня процессится этот репорт в среднем, хорошо, тогда вы должны убедиться в том, что вы считаете процессинг какого-то репорта или же каких-то данных, что количество данных в этот момент не является переменной. То есть вы экспортили постоянно один и тот же самый репорт, тогда вы хотите узнать average. Да, это имеет смысл. А так просто применять average – это плохо. Мало чего с них поймете. Давайте попробуем сделать какое-то короткое демо на эту тему. Я покажу, каким образом у нас это работает. Так. Так. С runtime. Спасибо. Хорошо, у нас есть даже какие-то присохраненные запросы. Допустим, я хочу посмотреть какие-то ошибки по environment 77 с уровнем error или fatal. Я построил себе запрос по 77 environment, который мы стейжем. Соответственно, я могу увидеть, в чем здесь проблема. Соответственно, здесь есть correlation ID, который не валидный. Это просто нули пробросы. Ну и разного рода ошибки, которые там, saga exception и все остальное. Такие ошибки, они у нас анализируются непосредственно в QA смотрят периодически и заводят баги на owner того или иного сервиса, который эту ошибку запродюсил. Например, в данном случае у нас были это репорты. Репортинг сервис почему-то решил fail в тех или иных операциях. И мы, соответственно, таким образом можем идентифицировать, что какие-то бэкграунд операции у нас за fail или не за fail. Можно посмотреть 92 environment, environment клиента. Здесь его было у нас две ошибки. Здесь, соответственно, показано, что это уже проблема миграции. Допустим, что какого-то объекта не существует на environment 97. Соответственно, это баг, который, может быть, заведем нашего разработчика, кого угодно, который сможет пойти посмотреть, в чем проблема. Как-то так. То есть это, каким образом у нас работают графаны, каким... Ой, кибана, как мы это все процессим, какие реквесты строим для того, чтобы определять. То же самое работает на продакшене. То есть на продакшене можно реквестить эти логи и смотреть, как они работают. Кое-что покажу по графане. Сегодня, скорее всего, ничего не будет. Я даже знаю, что я могу сделать. Сейчас попробуем сделать эту штуку. У нас для каждого сервиса, который крутится в кубе, есть дашборд, который показывает по нему статистику. То есть по разным environment. И мы можем посмотреть количество food requests в секунду, какой memory usage того или иного сервиса, который крутится на environment и так далее. У нас их целая куча. Можно выбрать например, тот же самый кубик сервиса, посмотреть, что там происходит. Ну вот, сервис не особо сильно используется, горбач коллектор в пределах нормы и так далее. Окей, сейчас я попробую кое-что загрузить, если у меня получится. Это структура нашего GitLab, как мы организовали. То есть для каждого сервиса в средине GitLab есть папочка. И в каждой папочке лежат те сервисы и его, соответственно, клиент. Зайдем в DevOps. Где хранятся, например, все дашборды? Дашборды хранятся, соответственно, в репозитории Monitoring. Каким образом мы это сделали? Мы просто заэкспортировали эти дашборды из Grafana и сохраняем репозитории. Дальше их, соответственно, деплоем on the fly. То есть если что-то меняется в репозитории, мы пытаемся это все задеплоить. И у нас здесь есть каждого микросервиса свой дашборд, который может объяснить, почему те или иные метрики и как они используются. Почему я сейчас это делаю? Потому что у нас недавно поменялся дата-сорс. Ну, пока это еще не пофиксер на нашей системе. Надеюсь, сейчас не будет работать. Да, будет DSR Stats. Да, не будет. База данных не найдена. Ок. Да это дата. Спасибо. Спасибо. Да. Наверное, я не покажу слоть. Вот она работает. Ок. Поспорт. Ок, господа. Тогда кроме «Application Letta» я, к сожалению, сегодня не смогу показать, потому что, кажется, что все они отвалились. Да. Ладно, у кого какие вопросы есть По поводу того, что происходит А, да Подождите, еще сделаем важную Конклюзион Мониторинг очень важная вещь Ваша микросервисная архитектура Потому что реально без того, чтобы Мониторинг теряется В части Вы просто не сможете понять В чем проблема с вашей инфраструктурой Где она происходит Это проблема кода или же проблема Самого микросервиса Следующая часть Инфраструктуры и метрики Они шарят информацию только лишь О том Какое состояние Только какое Текущая ресурс капасити Система и все Они больше вам особой информации Не дают Аппликейшн метрики Они должны объяснять Почему ваша инфраструктура Консюмит то иное количество ресурсов Чтобы правильно Приоритизировать И продавать клиенту Киллами оптимизации Если они не нужны Как-то так Ребят, вопрос? Привет, Леня А какая основная цель Бывает для презентации? Показать, как строить Мониторинг? Цель презентации Была Для того, чтобы Показать, какие ошибки Можно сделать Когда вы строите Мониторинг И зачем он вообще нужен То есть я показал Сделал обзор Ошибок Которые в дашбордах Бывают И показал то Что если у вас нет Аппликейшн уровня метрик То есть у вас система Не экспоузит Никакие метрики То вам будет очень тяжело Понять В чем С ней проблема Происходит Цель показать важность Аппликейшн уровня метрики Окей Еще вопрос? Алло, привет, чути меня? Так, чути Може я спочаток Верніше, я початок пропустил Може там было Это только для Веб-сервисов Чи можно И для десктопов Уживать Для мобилок И тому подобное Чи это какого-то Загального рівня Такий, как бы Веб-сервис Взагалі у нас Проект Він про веб-сервиси То мы все Збираем Только для веб-сервисов Щодо десктопів Якщо у вас Десктоп-аппликация Лише працює Не как клиент А просто Как повноцінная Апплікация Ну, наштал Фотошоп Чи Паверпоинт Чи ще якась така Яка може самостійно Працювати До доступа в интернет Тоді ці метрики Вряді чимось вам Допоможуть Все, що ви можете зібрати Це кількість клієнтів Які у вас заінсталені І кількість Наприклад Старих версій Цього софта Все потрібно для того Щоб бізнес прийняв рішення Чи потрібно Робити саппорт Витрачати кошти На саппорт Наприклад Аудейт Аудейт Турлів Чи не потрібно Цього робити Щодо мобільних Мобільні аплікації Зазвичай Вони працюють З якимись З якимись Вебсервісами Можливо Є сенс Моніторити сервіс Щоб розуміти Кількість мобільних клієнтів Яку воно Це я так розумію Тіпа Якісь веб-реквести Можем написати І потім З тих самих десктопів Мобільних клієнтів Грубо кажу Числати якусь статистику Тіпа Логів Чи щось таке Так? Тобто можна Якусь вживати Ні Я маю на увазі Що в будь-якому випадку Ваш мобільний клієнт Він працює З якимось Вебсервісом Правильно? І в будь-якому випадку У вас Цей мобільний клієнт Має Якийсь Юнік-Ай-Ді Тобто Ага По цьому Японі І далі Ви можете Це сідання Правляти І прив'язувати їх До Вашої Графани На На Моніторингу Сервісу Окей Зрозуміло Добре дякую Гарно Ще питання? Приліт Ще раз Я хочу спросити А в чому Могут быть Прос І конс От того, Что, например, Іспользувати як дата-сорс Например, не Прометеус, А, предположим, Ластик-сорс І були ли Сравнення Один-двух-сорс Ориентированного Базу данных Прометеус Тим-сорс ed-тимomen Д淩 и по-разному умеет, то есть это два разных инструмента. В одном случае он быстрее строит графики, а второй инструмент, он больше заточен под поиск определенной информации. Если вы, например, попробуете использовать Elasticsearch для Time Series Data, то это будет работать не очень быстро. То есть к тому же количество данных, которые, например, хранит Prometheus, оно в разы меньше, чем то количество данных, которое хранит Elasticsearch. Поэтому это не совсем целесообразно использовать Elasticsearch для того, чтобы вводить Time Series Data. Слишком много ресурсов на съезд за бесплатно. Окей, а еще такая вещь. Я заметил при работе с Prometheus, что, допустим, если есть одно константное значение, которое он запушил к себе, он все равно возвращает в вектор значений, но у них может отличаться такая штука, как квантиль. То есть, собственно, что это такое, и почему даже на одно значение он может вернуть по несколько копий. Это уже в зависимости от того, как клиент их собирал. На этот вопрос я не могу ответить. Окей, спасибо.